Третий раз на территории музея заповедника Горки Ленинский встретились юноармейцы со всех уголков Подмосковья. 102 команды по 7 человек в каждой. Именно столько ребят приняли участие в военно-патриотической игре «Юноармия вперед!». Военная патриотика является основой патриотизма. Все-таки, если мы говорим, звание Героя Российской Федерации присваивается чаще всего военным за какие-то подвиги и так далее. И, наверное, то, чем занимаются именно эти дети, то, чем занимаются в юноармии, это, наверное, есть основа того патриотизма, которым мы должны прививать наши молодежи. Ребятам предстояло пройти 9 различных этапов – марш-бросок, сборка, разборка автомата, защита от оружия массового поражения. Это название лишь немногих испытаний, приготовленных юноармейцем. Юноармейские игры – это не только бег, стрельба или метание гранаты, это еще и проверка знаний участников. Здесь, на этом этапе, ребята показывают, насколько хорошо им известны события Великой Отечественной войны. Быть быстрым и точным нужно не только в стрельбе, но и во время прохождения этого этапа. Команда должна ответить правильно на максимально возможное количество вопросов. Юноармейцы из Пушкина подошли к подготовке к этому испытанию с умом. Помогли и новые технологии. Мы сначала пытаемся какие-то ответы найти, что-то поискать, что-то прочитать. Потом вот сейчас мы используем вообще программу специальную, чтобы мы вместе могли учить. Поэтому просто нашли способ, как это учить проще за столько лет. На финишных этапах все баллы суммируются, а напряжение участников доходит до предела. Знание воинских званий – одно из последних испытаний игры. Сюда участники приходят уже порядком измотанные. Этап знаний воинских званий, он очень важный. Конечно, ребята путаются, но большинство, я должен это отметить, большинство очень четко сосредотачивается и называют правильные ответы. Первое место в игре заняла команда «Патриоты Подолья» из Подольска. Ее участник Иван Головин пришел в юноармию четыре года назад. Именно здесь он понял, что во взрослом возрасте свяжет жизнь с военным делом. А подобные игры помогают с пользой провести выходные. Мне нравится здесь. Из-за того, что много народу, все веселятся. То есть, проходя участие в разных конкурсах, это очень интересно. Юноармейцы команды «Витязь» из Чехова в итоговом зачете поделили второе место с командой из Можайска. Все неприятности на этапах юноармейцы преодолели, ведь их командный дух действительно крепок. Бывает автомат не очень хорошо идет. Мы со всем справляемся. Идем только вперед и к победе. К ней шли и команды из Орехова-Зуева, Электростали и Воскресенска. По итогам соревнований они заняли третье место. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.